Спасибо всем, кто пришел, кто смотрит нас онлайн. Не буду терять времени и сразу же начну. Сегодня мы поговорим о подходах к оценке чувствительности ПХР у пациентов с недостаточностью кардиореспиртовой системы. Но прежде чем говорить о самих методах оценки периферического хеморефлекса, необходимо нам просто вспомнить некоторые анатомические и физиологические особенности такого явления. Как многие могут из вас знать, что периферические хеморефлекторы находятся у человека в каротидных тельцах, расположенных в бифуркации общих сонных артериях, и которые иннервируются нервными волокнами языкоглоточно-блуждающего и симпатическими твябями верхнего шейного ганглия. Существует два типа клеток, которые обладают периферические, те самые каротидные тельца в виде периферических хеморецепторов. Это те первые, они же гломусные, которые как раз таки будут интересом нашего исследования в виде вегазитивного баланса. И вторые, они же поддерживающие. Да, периферические хеморецепторы меняют свою активность посредством изменения среды в организме, таким как кислород является мощным сенсором такого явления, углекислый газ и так далее, и все прочие состояния, в основном физиологические, которые мы можем только знать в интенсивной терапии. Влияют по-разному, от гиперактивности до гипореактивности такого явления, поэтому будут меняться сами реакции. Эффекты как раз таки активации периферического хеморецептора заключаются в физиологическом предотвращении гипоксимии, оптимизации снабжения органов кислородным путем активации быстрых системных реакций. Да, это компенсаторная реакция, как раз таки, которая будет осуществлять наш вегетативный баланс. Конечно же, в патологии тоже будут свои эффекты. Как вы можете наблюдать схематично на данной таблице, что любое патологическое состояние практически, в основном, которое мы можем апеллировать, это сердечная недостаточность, артериальные гипертензии, оса и так далее, включает окислительный стресс в организме, который приводит к увеличению чувствительности периферического геморефлекса как раз таки посредством симпатической активации организма. Это реакция компенсаторная, как я уже говорил, но любая компенсация может резко перейти в декомпенсацию. Поэтому те эффекты увеличения чувствительности, которые вы можете наблюдать на этом слайде, перечислены на нем. Повышенная активность симпатическая, характерна для сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. То есть мы уже говорим о патологии. Как работает этот рефлекс именно в патологии? Отражает, да, как я уже говорил, компенсаторное расторможение. Наверное, самыми частными словами употребленным на сегодня будет компенсация и периферический геморефлекс. От этого никуда не деться. Но каким результатом может это привести у человека, уже носящего данную патологию? Это чисто адренергическая реакция, которая превышает гомеостатическую потребность. Ухудшается функция сердца, почек и сосудов. Как раз таки тех самых органов мишени, скелетной москлатуры. Ну и, естественно, как мы любим говорить, сокращается продолжительность жизни. Были исследованы роль периферического геморефлекса, но на животной модели. И что выяснилось, что как раз таки в молекулярном, биохимическом плане здесь имеет значение потенциальный механизм активации системы агиотензин-2, снижение уровня синтаза и оксида азота или снижение перфузии каротидного тельца. Что касается самих методов оценки. Существует много разных методов. Все направлены на разный стимул. Какие-то вызывают транзиторную гипоксию, какие-то наоборот гиперкапнию. Но я сегодня, ввиду отсутствия времени в 10-минутном докладе, остановлюсь только на одном, как раз таки нам будет, который интересен в плане введения пациентов в анестезиологии. Это тест задержки дыхания. Не буду греха таить. Работа нашей кафедры запатентована Никитой Владимировичем и Игорем Борисовичем, всем известным. В чем заключается суть метода? Трижды пациентам произвольно задерживается дыхание и высчитывается время недлительности самой задержки дыхания. Позже высчитывается средняя рифпетическая длительность и интерпретируется результат. К какому классу их можно отнести? С высокой чувствительностью периферического геморефлекса, с низкой или со средней? Основой этого метода является самопроизвольный гипоксический стимул у пациента. Статистическая значимость этого теста доказала себя, конечно, не во всех, можно так сказать, областях патологии. Как вы можете наблюдать, не везде, а урок был намного специфичнее и чувствительнее. Но достоверность достаточно высокая, как у пациентов в абдоминальной хирургии, без сопутствующей патологии и с изолизированной гипертонической болезнью. Какие можно выводы сделать из нашего мини-сообщения? Это то, что, да, действительно, периферические геморефлексы участвуют в регуляции эгитативного баланса как компенсаторный механизм. Это уже, наверное, был раз в десятый. Патологические изменения могут привести как к гиперактивности, так и к гиперактивности. Оцениваться разными способами, разными стимулами. Какие-то способы требуют в своем арсенале дорогостоящее оборудование. Это достаточно трудоемкий процесс, как с гипоксическим тестом, например. Существует риск осложнений во время проведения этого теста. Но что хотелось бы сказать в пользу теста задержка дыхания, на который мы с вами обратили свое повышенное внимание. Так это то, что способ достаточно безопасен, прост. Просто воспроизводит естественную реакцию адаптации организма. Не требует дополнительного оборудования. Но, к сожалению, он косвенен. То есть, какой именно... Как это объяснить? Точно ли этот способ направлен на выражение чувствительности периферического геморефлекса? Или мы будем иметь еще в виду, возможно, участие центрального геморефлекса в этом явлении? Но, опять же, сейчас тест проходит свою валидацию в составе многоцентрового исследования на базе нашей кафедры с нашим руководителем Игорем Борисовичем. Поэтому следите за обновлениями, обязательно поделимся информацией. Спасибо вам большое за внимание. Я попытался сократить...